С 2019 года в нашем городе работает компания ВикиЗо, которая специализируется на производстве оборудования для грумеров и ветеринаров. Это хирургические столы, кислородные камеры, ванны, беговые дорожки. В цехах создают максимально удобное инновационное и современное оборудование. В лидерах продаж – специальные столы, как для ухода за животными в зоосалонах и дома, так и для работы клиник. Такое разнообразие – результат персонифицированного подхода к покупателям. Как говорят специалисты, зачастую делают оборудование под заказ. Ведь есть определенные нюансы и тонкости, которые характерны для работы ветеринаров и грумеров. Так что вся продукция – результат инновационных инженерных разработок. Руководит компанией Артём Тихонов, который отмечает, что здесь стараются доработать продукцию, чтобы она была более удобной для пользователей. За четыре года на производстве запустили несколько брендов, которые пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. В 2021 году компания даже вошла в российский топ-10 инновационных стартапов в зооиндустрии. Предприятие хорошо известно за пределами региона. А вот на территории Ивановской области об этих специалистах знают пока немного. Заявить о себе они смогли на ярмарке вакансии, которая недавно проходила в регионе. В ней приняли участие более 30 предприятий области, в их числе и Викизоу. Там же предприниматели узнали о мерах поддержки, которыми могут вас пользоваться как представители малого бизнеса. Наша компания называется Викизоу. Мы работаем фурманами с 2019 года. У нас два производственных цеха. В городе фурманов работает более 70 человек. Производим товары для грумеров и для ветеринаров. Как вы уже видели, ассортимент нашей продукции довольно большой. Не так давно в Иваны проходила ярмарка вакансий. На ней мы познакомились с губернатором Станиславом Воскресенским, с Юлией Васильевой. Они заинтересовались нашим предприятием, предложили нам поучаствовать в программах льготного кредитования и прочей поддержке малого бизнеса, который существует в нашей области. Приезжал к нам Андрей Нехороших, приезжал представитель моего экспорта к нам на производство. Сейчас мы ищем пути совместного взаимодействия. В администрации мы тоже работаем с мэром Павлом Колесниковым, с Алексеем Инзиным архитектором. Они нам тоже оказывают содействие в рамках своих возможностей. Рабочие руки есть, не хватает нам мозгов. Надеемся, что молодые специалисты, студенты или люди с опытом, которые умеют чертить, смогут к нам прийти на работу и проявить себя. Мы готовы обучать, мы готовы платить зарплаты выше Иванских. Предприятие расширяется, поэтому нужны новые сотрудники-инженеры, в обязанности которых входит разработка изделий из металла, изготовление раскроев для лазерных станков, станков с числовым программным управлением. Мы нуждаемся в молодых специалистах, выпускниках вузов, в целом любом персонале, который владеет системами автоматизации проектирования, если по-русски. Как пример, программы AutoCAD, SolidWorks, Compass 3D и прочее. Мы готовы обучать новых сотрудников наших. Люди, которые с небольшим опытом, мы готовы им платить от 30 тысяч рублей. Более опытным людям мы платим от 60 тысяч рублей. Сейчас в нашей компании находятся три инженера. Нам нужно где-то порядка шести человек. Алексей Афонин работает в компании год. Пришел на должность инженера-технолога. Сейчас трудится начальником цеха. Работа нравится. В моем подчинении 20 человек. Занимаемся обработкой полипропилена, делаем ванны, викизоу, для животных. Делаем клетки. Столярная мастерская у нас. Тоже делаются кардеры для шерсти. Работа всегда есть. У нас очень много новых проектов. Для их реализации требуются новые инженеры. У нас инженеры есть, но они работают на удаленке. Требуются инженеры, чтобы работали у нас в офисе из города Фурманово. Гром и ветоборудование организация продает по всей стране. Сотни клиник и гром салонов являются постоянными клиентами компании. Викизоу является одним из лидеров в этих отраслях.